друзья всем привет с новым годом с наступившим новым годом у нас уже есть что посмотреть этого ролика не могло не быть на нашем канале у ивана новый карабин да у меня новогодний подарок я приобрел вот такой вот замечательный карабин дело в том что никогда у меня не было арки были всевозможные калашоиды имел я опыт стрельбы из них нравились но по различным причинам так я не становился владельцем такого карабина стрелял вами довольно много надо сказать и в брянске и в москве и в московской области вот даже есть видео где он тактикульно стреляет в разные стороны незадолго перед новым годом я получил возможность на очень выгодных условиях приобрести вот этот вот карабин от компании альфа технологии это в какой-то степени мечта поэтому я решил такой вот новогодний подарок себе сделать арки у меня никогда не было и выяснилось что в отличие от а к системы где есть там один одна длина ствола немножко отличающиеся друг от друга коробки ствольный ну и все ты это набор берешь и и тюнингуешь сколько тебе вздумается а здесь оказалось что целый конструктор тем более компания альфа технологии вообще делает спортивные винтовки но таким набором конструктором то есть ты можешь прийти если ты в этой теме разбираешься прямо заказать ствол определенной длины газовую систему определенную ну и там вплоть до покраски все же все что нужно подходящий буфер и так далее вот я в этой теме честно говоря ну довольно слаб был поэтому пришлось очень так внимательно с этим всем разобраться до находится эта компания в стрелковом клубе объект наверняка все зрители его знают формально московская область по факту прямо на мкаде очень удобно то есть приехал это в районе 10 часов и с настройка с отстрелом ну то есть представляете у вас есть возможность при перед покупкой карабин не только подержать в руках что я сделал то есть я приехал в шоуруме выбрал на витрине несколько вариантов карабина подержал их в руках выбрал то что мне легло больше всего в руку и пошли там же прямо стрелковую галерею и попробовали из него пострелять вот это на самом деле уникально на мой взгляд но они пользуются своими возможностями раз они находятся в одном из крупных стрелковых объектов они пользуются галереями этого объекта то есть тебе его настроили ваня расскажи пожалуйста вот почему он такой почему такая длина ствола расскажи про мудреную штуку и вообще что это вот за комплект почему ты его таким собрал но вообще по поводу того почему этот карабин именно такой здесь все очень просто альфа технологии решили делать именно спортивные карабины первую очередь и спортивные карабины они решили делать не просто придумывать что-то сами сделали по аналогии с карабинами jp rifle с их спортивной версией поэтому и определено тем что карабин имеет ну общую компоновку именно вот такую дальше очень много нюансов во первых я столкнулся с тем что основным таким параметром на который стоит сразу же обратить внимание это ствол его параметры плюс газовая система плюс болт карьер так называемый то есть затворная рама мы стреляем достаточно много поэтому для нас очень важен такой параметр как ресурс ствола и здесь если мы говорим различных видов покрытия то есть самый распространенный вариант среди импортных винтовок у нас это черный ствол ну наверное один из самых распространенных черный ствол ну то есть там нет специально особого покрытия там термообработка самого как бы материала ствола да то есть верхний слой упрочненный но не более того черный ствол на даже хороших патронах ну три если очень повезет может быть пять тысяч выстрелов выживет но там стоимость патронов будет такой что перевалит за стоимость даже дорогого карабина иностранного и кстати говоря это весьма дорогой карабин 350 тысяч предполагаемая цена его розничной продажи для нас важен такой параметр как стоимость выстрела полная стоимость выстрела то есть с учетом и амортизации самого оружия и поэтому показатель будет просто нереальный дальше большая часть того что сейчас есть в россии по моему на мой взгляд и вот статистику точно к сожалению не знаю никто ее не знает ну дело в том что на стрельби счета я постоянно работаю я вижу с чем люди приезжают по карабинам с аэросистемой и в основном это стволы с карбонитрацией ну живут они вроде как там в разы больше чем черные но к сожалению я вот сталкивался прям непосредственно с карабином не мой карабин у моего товарища был в карбонитрированный ствол производства орсис и умер он до 3000 выстрелов причем владелец прямо ухаживал за ним чистил после каждой стрельбы подбирал достаточно хорошие патроны ну относительно хорошие то есть ну как минимум это был кентавр тем не менее меньше 3000 выстрелов но тоже мне совсем не подходит да это печаль перествол в тем в прошлом в недавнем прошлом было большой проблемой сейчас уже многие начали этим заниматься соответственно перестволить можно но все равно это деньги дополнительно иногда стоимость какого-нибудь калаша той двух как минимум калаша потому что плюс еще есть проблема с тем что многие производители заявляют о том что они перестволивают только свое оружие то есть оружие своего производства и все в итоге это 18 дюймовый ствол с хромированием ствол причем производства российской компании ижевской по словам ребята из альфа технологии порядка 90 процентов своих стволов эта компания отправляет за рубеж который старает ставят как раз таки на импортные винтовки всевозможные ну и вот в том числе мне такой ствол достался сколько ты ожидаешь на стрела на этом или сколько пообещали на стрелы живу ну говорят что 10000 на нормальных патронах он должен выдать 10000 были так называемые свинарки сейчас вроде как перестали они давно выпускаться свинарки потому что свинами назывались продукцию молота все из-за випрей видимо да потому что там все вепре а вепре это свинья короче свинарки эти жили до 15 тысяч выстрелов это было очень здорово учитывая что на трех четырех пяти тысячах обычные стволы помирали что значит 10000 обещали надеюсь надеюсь плюс здесь еще один есть нюанс определенный вот это вот красивая красная штука сейчас мы цевьё снимем ваня давай покажем фокус на новый год как раз чудеса случается ох чудеса чудеса знаменитые слова ахалай махалай ух ты вот и новогоднее чудо и так что мы взбирался такая игрушка в руках помимо того что ствол от хромированы есть еще один такой момент с тем что на нем установлена вот такая вот красивая красная штука все знают что красивые красные штуки особенно стволе минимум плюс 10 к результату дают на соревнованиях да или преждевременно беременность хух на самом деле это радиатор или как это красиво называют термал диссипатор чего 10 текон до 10 текон скажем так эта штука решает две проблемы проблема номер один это устранение термического ввода то есть когда у нас ствол разогревается при стрельбе у нас ухудшается кучность стрельбы и даже меняется стопы средняя точка попадания вот эта штука рассеивает тепло более равномерно и вроде как мы должны на практике получить устранение вот этого эффекта но это я еще проверю и еще один важный момент ствол здесь имеет не одинаковый профиль по всей длине то есть начале ну патроника здесь видно что ствол довольно толстый далее идет очень тонкая часть и дальше мы возвращаемся опять к довольно толстому профилю что это нам дает то есть как раз вот этой в тонкой части установлен радиатор мы снимаем наверное треть веса ствола то есть при такой же длине ствола если бы ствол нас был полностью такой толстый вот ломик матчевый ствол был бы тяжелее наверное на треть и мы бы получили проблемы с балансом карабина а здесь мы вроде как это тоже устраняем по крайней мере мне в руки карабин лёг очень хорошо я помню у андрея анашкина несколько лет назад на чемпионате россии по тригана он не дал потрогать свой карабин я взял в руки и просто был поражен ну я все-таки не маленький мальчик руки достаточно сильные и с ружьем много работал но там настолько тяжелый ствол 20 дюймов вот такой толщины красивый блестящий какой-то там компании суперской в общем когда берешь его у тебя тянет как вперед как девушку с 8 размером груди вот действительно совсем не комфортно стрелять вот собственно это отчасти не только распределение дистрибуции температуры но и правильный баланс оружия вот в шоуруме там ребят были карабины с толстыми стволами и по балансу мне очень не понравилось некомфортно было с ними работать поэтому в итоге вот такой вот ствол кстати и те кто занимается карабином пожалуйста укажите в комментариях почему вы если вы действительно сделали такой выбор выбирайте 20 дюймовые стволы и почему вы выбираете тяжелый профиль очень интересно будет узнать на ну опять же что что-то мы выяснили там и с помощью сергея спасибо и сам вот то что вы читал ну как бы на основании этого выбор и сделал может быть вы сейчас расскажете что выбор неправильный мы будем дальше решать что с этим конструктором делать дальше от ствола мы переходим газовой системе как выяснилось и кто же довольно большое количество довольно большое количество это ровно три расскажешь выделяют три по длине системы газовые это длинную среднюю короткую в американской вам в английской терминологии это мид средняя rifle длинная и самой короткой называется карабайн или карабин сами американцы по-разному произносят это слово суть в том что дырка в которую идут газы из канала ствола располагается либо дальше от патроника либо ближе чем ближе к патронику тем более резко и сильнее они воздействуют на затвор сильнее удар получается сильная отдача сильный вот в середине соответственно промежуточное положение самое мягкое это системе rifle но есть мнение что есть продвинутые технологии позволяющие за счет буфера на вот средней системе достигнуть тех же результатов которые достигаются на длинной системе но самое смешное в они это знают когда американцы в свое время от м16 которая 20 дюймовый ствол имеет там далеко газовая камера находится ставили его в середину или делали его коротким они абсолютно не руководствовались тем чтобы вот была отдача чтобы вода не было не было своя идеология да на самом деле им пришлось еще и длину ствола потом в зависимости от этого регулировать все было сделано для того чтобы стандартный армейский штык-нож нормально подходил к этому карабину потому что цеплялся он на байонет который как раз таки и крепился на газовой камере дульник ну в комплекте он с этим карабином такой шел я уже попробовал на самом деле несколько выстрелов вот там в тире сделал ну и как вы поняли нам здесь полностью карабин сейчас настроили и у нас есть уникальный шанс сразу же его отстрелять ну что ж он работает работа этого карабина мне очень понравилось и менять я дульник вряд ли буду газовый блок здесь соответственно регулируемый чтобы можно было пользоваться полностью всеми плюсами газовой системы rifle то есть она у нас и так далеко расположена то есть давление не самое большое создается плюс еще вот здесь регулировочными метами можно это давление регулировать то есть настраивать под патрон под то давление которое он дает под температуру окружающей среды и под прочие условия плюсы в том что мы получаем очень сбалансированную систему то есть вот когда сделал первый выстрел этой винтовки я не поверил на самом деле что это 223 калибру то есть очень мягкая отдача в отдаче намного мягче чем вот на карабинах 9 на 19 которым я сейчас привык то есть больше из них сейчас стреляем то есть отстраивается прямо идеально минус в том что поменяли патрон поменяли мы может быть даже партию патрона поменялись условия в которых мы стреляем и придется проверять насколько будет хорошо работать газовая система то есть будет ли карабин перезарядка выглядит задержка на карабине у которого неправильно отрегулирована система вот на самом деле я это видел прямо на этом карабине изначально когда мы пришли с ним в тир выяснилось что он выбрасывает стрельную гильзу но не досылает следующий патрон из магазина то есть не хватает длины отката не хватает мощности чтобы откатить затвор настолько чтобы собрать следующий патрон из магазина получается в таком случае затвор вообще речи не идет что он коснулся крайнего положения где-то в серединке абсолютно верно и вот при мне прям ребята из альфа технологии показали как это все регулируется то есть сняли цевьё отрегулировали отстреляли вот прям в таком виде со снятым цевьем до того момента когда все стало штатно работать и назад поставили цевьё после этого система была отрегулирована под данный патрон под данные условия стоит отметить что подогнано все замечательно и у нас не только люфта между ловером и аппером нет но и даже вот вручную не всегда получается выдавить пины но это скорее всего на первое время с определенным настрелом и люфт скорее всего появится и пины уже вручную будут у нас вытаскиваться ну по опыту вообще арки гораздо чаще требуют чистки чем автомат калашников и так выяснили мы вот такой нюанс что оказывается болт карьер либо затворная рама на арках тоже бывает разное и в данном случае вообще серийно ну как серийно если можно говорить сейчас этот карабин мелкой серии порядка 30 карабинов на данный момент всего лишь сделано вот на этих карабинах сейчас устанавливается металлический болт карьер но облегченный то есть он уже легче чем стандартный болт карьер аэр-системы но вместе с этим у меня есть к нему же еще и вот такой вот вот такой вот облегченный был уже сам прилетел да тоже это вот систему дали на тест но объяснили что с ней очень много нюансов я уже расспросил опытных карабинщиков наших которых нам приезжают стрелять и мало кто алюминиевыми и мало только блин да что так и и мало кто вообще такими вот облегченными болт карьерами расспросил наших опытных карабинщиков мало кто вообще работает с такими облегченными системами дело в том что просил по максимуму вообще уже мало кто с такими облегченными системами работает дело в том что вес действительно то есть если сравнить вот затворную раму болт крьер штосн и который здесь то есть уже облегченный и вот эту улюминиевую ну разница весе наверно полтора раза и получается что если мы используем облегченный болт карьер нам нужно использовать к нему специальный буфер который тоже здесь очень хитрый с составными пружинами разной жесткости с специальными всевозможными устройствами стопперами грузиками и так далее вот но и более того даже придется специально под него подрезать пружины магазинов не потому что они будут как-то не так подавать а потому что они подавателям будут этот запор поджимать и это уже будет настолько влиять что нормальной работы механики не будет вот ничего не бывает бесплатно если ты хочешь отсутствие отдачи или даже обратную дачу когда оружие тянется за счет компенсатора вперед то тогда у тебя куча нюансов получается то есть уровень надежности ты меняешь на уровень комфорта и если еще позволишь я объясню вкратце вообще зачем облегчают затвор все дело в том что ты можешь регулировать благодаря изменению скорости затвора его кинетической энергии импульс приходящий тебе плечо я вкратце объясню это уравнение как вообще мы достигаем минимальной отдачи при регулировках казалось бы с чего патрон же одинаковой мощности нет на самом деле мы маленькое количество газа впускаем предположим было 10 единиц у нас газа 10 и не не затвора они перемножились скорость на массу и мы получили импульс отдачи в плечо теперь мы уменьшаем на половину 5 единиц оставили газа и 5 единиц оставили на массе затвора соответственно их кинетические энергия намного меньше они согласованы потому что теперь легче масса ее можно меньшим количеством газов толкать пули летит точно также даже может быть чуть чуть быстрее но это не важно и вот теперь у нас импульс гораздо меньше вместо вот такого пинка который нас совершенно не убьет но мы чувствуем у нас марочка по подлетела теперь мы настроили еще компенсатор правильно повернули согласно телу и у нас теперь вдвое легкий такое легкое прям похлопывание по плечу получается вот ради чего всего это сэрбор затеивался у меня есть набор стандартного облегченного уже болт керри раз буфером и есть еще и прям экстремально облегченный болт керри и специальный буфер под него тоже это все сибатор болт керри затворная рама радиатор язык ломаешь кстати затворная рама это русское слово на слово радиатор уже не русское потому что имеет латинское начало опять 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 и мне тут за каждым словом приходится следить потому что очень высококлассные филологи смотрят видео и меня очень жестко корят за мои ошибки придется еще и курсы русского языка брать именно вот и теперь мы тогда тогда уж теперь мы говорим российское оружие кстати здесь не придерешься да оружие-то российское но поговорим мы теперь еще и про триггер то мне здесь вот еще подкупила в этой винтовке но опять же когда незнакомое оружие в руки берешь первым что ты когда с безопасностью с осмотром закончишь первое что проверяешь обычно это работа системы механики и работа спускового крючка то есть спускового механизма и здесь спусковой механизм мне очень на самом деле понравился спусковой механизм здесь стоит от 7 си американской компании ну наверное с настраиваемым каким-то весом он не сравнится но на мой взгляд у и сам очень хороший слушай на арках настраиваемые см и это не очень распространенная вещь насколько я знаю да они тоже очень много проблем имеют с настройкой и с работой их здесь же имеет разве какие-то проблемы настраиваемые см? посматривая на мой набор из примерно десятка разных фиксаторов я скажу что никаких проблем не имеют Ваня на самом деле очень хорошо разбирается в оружиях он с см намучился знает толк да здесь еще помимо вот плавной работы такой ударом спускового механизма то есть работа четкая без провалов без каких-либо ступенек короткий ход спускового крючка имеем еще вот такой нюанс то что УСМ здесь стоит блоком во первых то есть не отдельно там спусковой крючок курок стоит а установлен прямо единым блоком и установлен на винты обслуживание очень упрощается ну не то что упрощается надежность повышается очень сильно потому что при установке на штифты эти штифты часто выходят УСМ перекашивает и имеем мы кучу проблем с работаем ну и здесь же мы должны обслуживать наверное тоже я с этим еще не столкнулся если честно как бы столкнусь да попробую наверняка у меня еще куча всяких и вопросов возникнет и мыслей по поводу работы различных частей этого оружия потому что оружие для меня новое с аэросистемами до этого я так плотно не работал ну что здесь еще сказать приклад макпуловский ну не очень он мне на карабине нравится не очень он мне нравится на карабине по той самой причине что он ну люфтит немного вот я не знаю насколько это будет выглядеть да скотч армированный наше все мы это решение еще с ружья знаем я не знаю насколько это будет недостатком но например с теми карабинами спортивными с которыми я работал которые были именно под спорт заточены я видел увеличенные кнопки сброса магазина скажу что это не проблем да скорее это не проблема потому что как я сказал палец у меня здесь ложится на кнопку идеально один раз в год перезарядка в карабине ну да да тем тем более а те сделаем маленькую паузу у меня новогодний подарок для ивана вот такой вот красивый магазин ура магазин из магазина ps channel точка ру поздравляйте с новым годом спасибо карабину магазин ps channel точка ру мой любимый магазин то вообще эти карабины от производителя комплектуются двумя магазинами макпул тоже но дело в том что когда я его забирал наличие макпуловских магазинов не было мне дали магазин от павган я проверил он работает все с ним нормально вот но очень хотелось не подарок получить именно перед новым годом поэтому как бы из того что было я и выбрал вот павгановский магазин выпадает из шахты входит отлично фиксируется мы проверим да и вот у меня вот пилижа будет вот у меня возникла мысль возможно магазин также настроен как сама винтовка то есть магазин может быть как-то поточим подпилен под эту винтовку поэтому так хорошо работает да и как раз вот у нас сейчас запечатаны но здесь не совсем запечатаны до магазин павган на 45 это видимо до патронов до 45-ка и так проверяем я попытался его пока наш овске вставить и так входит и не выходит на магазин стандартный 45 павган не выпадает у нас давай тридцатку проверим у нас еще тридцатка есть тридцатка вообще запечатанная чтобы ни у кого даже мысль не возникла чтобы что-то специально компания павган который отличным кстати магазины выпускает хотя они не армированные но они очень недорогие и в принципе на карабинах вот таких живут долго итак мы его прямо вскрываем здесь и сейчас проверим это прям тридцатка максимально стандартный и точно так же он без патронов не выпадает а магазин который у нас был в комплекте о чудо он тоже не выпадает ну если туда набить патронов он выпадет конечно нужно будет его видимо обрабатывать наждачика на пилить тебе придется не карабин но пилить тебе придется магазин в свое время я ездил в америку лет десять назад и мне товарищи которые купили как раз ту свинарку говорят слушай серега привези на магазины и я вот прям еду на трассе вижу о гандшоп наверняка там есть торможу захожу и первый шок знаешь как магазины продаются у них у них стоит такая большая бочка и в ней навалено этих магазин то есть распродажа таких кабелей зарядных в магазине электроника на 10 долларов представляешь 10 долларов на наши деньги тогда было сколько у нас макпул стоит 290 рублей сейчас я не знаю так вот они стоят в этой здоровой ну бочка или корзина такая и ты их берешь вот я везу эти магазины туда-сюда потом меня там благодарят даже не помню кого-то из товарищей может они сейчас смотрят и он пользуется этим магазином он такой счастливый у него магазинов вообще не достать тогда было и выставляешь недели где-то через три у него ломается вот здесь трещинка и он такой мне типа ну надо ты наверно не проверял не высмотрел а я думаю какой там из этого ведра достаешь как мусор конечно я ничего не высматривал достал он был в такой прозрачной упаковке треснул магазин и в общем они рассчитываются таким образом что не работают всю жизнь карабина они как расходник я увидел трещинку все больше его не используешь выкинул у нас же но люди все-таки ожидают что магазин должен работать годами и веками вот на самом деле если уж мы про макпуловские магазины заговорили еще один нюанс я сталкивался с тем что в 308 калибре на ар-10 макпуловские же магазины давали утыкание патронов то есть родной стальной магазин работает без проблем макпуловский дает утыкание там приходилось специально там дорабатывать губки чтобы они нормально работали но опять же этим магазинам у нас еще в те времена это лет 5-6 назад когда я с ними сталкивался стоили как не знаю десяток наверное набор в магазинов для калашникова или магазинов папган на всю жизнь начали работать с этой замечательной системой выяснили что есть тут определенная особенность можно пристрелять прицел не потратив ни одного патрона как мы это делаем вытащили затвор отделили опер от ловера и теперь смотрим ствол выводим ствол по направлению любую мишень и затем поправляем прицел под ту точку в которой вывели ствол и теперь проверим ребята я сразу скажу что это не рекламное видео несмотря на какие там ты предложения красивые получил мы будем давай пообещаем зрителям что мы честно будем рассказывать и о достоинствах и о недостатках поэтому я тебя спрошу какие недостатки ты усмотрел в этом карабине ну недостатки во первых если начинать опять же с передней части карабина цевьё хоть она там прям очень качественно сделано оригинальный цевьё gp но она не легло мне прямо идеально в руку то есть у меня руки небольшие поэтому для меня она немножко по диаметру великовато да вот это вот замечательное цевьё то есть качественно здорово но не моё вот и опять же производитель карабина ребята из альфа технологий пообещали мне сразу же как у них появится первая партия карбоновых цеви которые они собираются выпускать что они мне его предоставят она меньше диаметром по моему 46 миллиметров против 50 здесь и я думаю что здесь эта проблема решится во вторых быстро я для себя отметил что это цевьё когда установлено она не дает доступа к регулировке газовой системы то есть вот эти вот регулировочные винты в газблоке они закрыты вот здесь верхней частью и нужно либо уродовать это красивое цевьё прорезать специальные отверстия через которые можно будет добираться до регулировки либо постоянно цевьё снимать целая канитель раскрутить цевьё для того чтобы повернуть на пол обороты газа да а так как у нас вся система сбалансирована довольно точно регулировать ее я чувствую придется довольно часто ну либо стрелять и регулировать запасом да ну тогда мы получим чуть большую отдачу чем эта винтовка может выдать ребята пообещали что в их карбоновом цевье будут прямо предусмотрены вырезы под регулировку что очень сильно упростит ситуацию теми карабинами которые под спорт были заточены с тем что я имел дело были несколько таких вещей сделано во первых двусторонний предохранитель здесь же все 90 градусов он еще не разработан порядка 20 выстрелов всего тестовых было сделано при настройке и то что я попробовал порядка пяти шести выстрелов что еще не понравилось ну люфтящий приклад это мелочь но как бы зато оригинальным отбук но в любом случае этот карабин я очень рад что он у нас появился потому что у нас будет возможность сравнить его с моим будущим карабином я ближайшее время планирую обзавестись карабином настроенным под спорт от союз т.м. и я очень высокого мнения о михайлове который является чемпионом россии который принимал участие в создании этого карабина в общем вот тот топовый российский карабин с вот этим топовым российским карабином мы померимся и посмотрим какой из них точнее удобнее быстрее да на самом деле очень интересно как вот такое скажем так не дешевое российское решение будет конкурировать с другими решениями скажем так просто позиционируется эта винтовка как прям идеально настроенная на спорт да я скажу так тех крим пошел по своему пути у них даже своя собственная литейка они ну фактически с нуля спроектировали свое оружие и это путь довольно тернистый потому что все будут кричать что и дорого и плохо и некачественные говно извините за не литературное сурово слова но никто не хочет вникнуть что если ты пошел по этому сложному пути ты всегда столкнешься с какими-то проблемами что-то не будет работать мне нравится вот идеология что это копирование уже пройденного честно говоря это по моему более прямой путь к какому-то завершенному продукту чем создание своего с нуля попробовал вроде все хорошо но когда я сделал первые выстрелы из него уже на отстроенную вот всем ну я был впечатлен его работой ну что в этом новом году нас ждет новая дисциплина это классический карабин мы с вами планируем оба принять участие в чемпионате россии и нас ждет по моему очень интересный год в любом случае если это будет красивый блестящие розовый цветами год мы поучаствуем соревнованиях а если это будет черный наполненный зомби то оружие нам тоже пригодится видите вин вин без проигрышная история более того мы теперь знаем что райв система на стволе 18 дюймов в принципе позволит поставить штык-нож нормально всех с новым годом и увидимся в следующих роликах удачи всем в новом году так ребята еще еще маленький мастер-класс как делать правильные обложки для видео в общем они должны привлекать внимание нужно сделать оружие на первом плане чтобы она прям совалась и привлекала внимание ты листаешь там что у тебя машины в ленте девушки модели и тут такое оружие ты промилит ну пролистнул и потом о что-то там интересно было и назад потом видишь вот этот ствол поэтому мы сняли цевьё и оставили один радиатор чтобы он привлекал ваше внимание значит иван он как бы показывает он основной спикер а я должен хоть какую-то пользу принести поэтому я сделаю вот такое лицо я